вот этого сейчас подъедут все это уедет куда-нибудь еще вот пожалуйста вот теперь так это мы делаем прививку я помогаю сергею какие вырастают сейчас покажу вам вот так это делается выкопаны сутки отмакивались черенки на прививку сутки отмакивались вот и результат теперь это приготовлено и через кольцо будет высажено а вот это вот спустя два года то есть это свежее все и вот это свежее это все 5 мая это 10 мая я просто показываю что из этого вырастает это не просто технология здесь есть одна хитрость еще раз прививаем у самой земли вот здесь не делаем штамп если здесь получился штамп он сам делался его никто не заставлял вот по науке вот эту ветку должен отрезать никогда только укорачивание вот ну это я структура сладкая парочка когда-то и вот если в этих двоих бы хватило бы до их на еще бы несколько человек есть как сказать в запасе если вы дать тебе что было бы что было бы не сбудется никогда 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 при моей жизни точно это все еще поколение она попадает просто как сказать не дразит она просто не копирует как-то говорится видит за нами и повторяет все это первый бизнес проект это было позавчера манджурские абрикосы манджурские орехи вот по такой схеме высажены потом слегка прикопаны осенью покажем результат покупайте поможете этим детям это их бизнес проект а вот это апрель 2001 года когда я раскопал песок то есть видите самое время высаживать самое самое время вот они я не знаю одна банка ваша и как у нас в украине говорят у нас пляжка ага ага что думаете она не стоит твоей пляжки так идем дальше а вот это сосед мой сразу забор вот это сейчас так мы мечтали выкупить да нет все сейчас распахал все все бесполезно то есть разумного а у нас общий забор я его не учил есть такие люди которых учить бесполезно например он ни разу в жизни не делал маску у него есть свое мировоззрение не один и все в магазинах не одевал проблемы были не пускали не одевал все вот и когда он сказал не сказал а просто опять побелил деревья кстати тут мои груши у него растут соседи абрикосы мы просто тут мы побелил сейчас опрыскивать зачем опрыскивать я в своем саду а это же мои груши а это же мой абрикосы сюда ближе то месте где я фотографирую я крупный план сделал чтобы видно было до него метров сто сто пятьдесят вот вот это вот болезнь такая ведь я понимаю работяга работяга может Александр работяга но за что его вот это вот приговорили ты уже изучила весь пассивно ты будешь меня знать у кого-то абрикосы у кого-то груши да то чего я не знаю но ты видела больной хоть что-то у нас за что его вот это я уже не выдержал сфотографировал и тема вот это мы ходили я показывал это только маленький а нет они правильно тут несколько деревьев я жду когда зацветут как не подходим дерево признавайся что я не выдумываю все цветения на кончиках ветра все цветения а потом а ну вот еще показываю ну я же не нарисовал это но подхожу к golden delices цветение на конца веток подхожу к мелоди цветение на конца веток подхожу к розмарин цветение на конца веток подхожу груши вот это груши цветение на конца веток не зная об этом кто-то когда-то где-то и пошло тысячекратно вот это все вот подготовка к земле страшно эта вещь когда вот раны перед зимой делать я уже не выношу это все ты можешь позируя просто ну как учебный снимок оставляем эти самые вот такие деревья не умирают еще десятки лет появляется страшная рана оно спокойно берет обходит его облизывает со всех сторон и дальше плодоноскать ничем не было главное оставлять вот эти пенечки 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 не делать ран на кольцо вот и вот я пишу про тех кто вот все это у нас научил вот Саша научил соседа ни в чем не виноватого имя вам легион из-за вас наивных и безграмотных любителей лейков заброшены миллионы садов за все годы у меня было не сотни нет тысячи писем горьких страшных я поэтому ненавижу все это ну Сережа саженцы сегодня в руках держала а ты подарила их этим своим друзьям им понравилось конечно мы все посмотрели вместе а если бы ты им выписала по посте и вот это бы к тебе пришло я при вас сегодня звонила и разговаривала насчет саженцев и мне говорили ну что то дорого я говорю ну знаешь ты сама решай но там точно надежно я бы из интернета не выписала а так это мое решение она хотела из интернета ой не дай боже что из этого может вырасти а вот это знаменитый питомник самый крупный в России сады России находится в Челябинске вот и я делал в том что то это вообще не честно я сдружил со Степановым он уже на том свете генеральным директором больше со мной никто не общался один раз рассказал про Куктурского про Андрея как я это вот понимаешь еще как оно бывает никто за сетарубик можно рассказывать еще 100 вебинаров впереди вот и когда я приехал там был ажиотаж дикий вот вокруг меня носились в то время была как бы легенда то есть так то может я ничем не лучше не хуже а именно вот создали мне такое это тогда это было так вот и показывали как все 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 и вдруг подходит скромный ко мне парень он чисто простой этот который приватчик сидит вот и говорит а можно вот так и на меня смотрит я посмотрел думаю елки-палки а ведь действительно никому в голову то не приходило и я взял и раззвонил об этом всему свету я не стал говорить что это мое или что или я это давно приду мне секунды хватило вот я подхожу к Владимиру Васильевичу и говорю видите этот парень вот у него инженерное образование и в языке инженерное обратите внимание проходит много времени и теперь гражданин Куктурский заведует вот этим а у меня появились вопросы я об этом случае рассказал он звонит там все хороший разговор я говорю у меня вопросы будут на что прививаете я потом все все расскажу и тишина и дальше с ним сейчас привода и осталось вот это недоумение что такое полукарликовый подвой вот скоро чую что это вишня бесея да скоро чую но это значит что у людей никогда садов я же ищу вот они допустим это на бесея допустим ради бога пусть мне покажут это самое взрослый дерево Тогда получается Они должны быть А никто же утверждает, что у них свое Не со стороны Я вышел 2000 черенков Мне Андрей Культурский Почему я обращаюсь к нему Женый Культурский, знак вопроса Вы сказали, что пусть два Я выслал несколько десятков Своих сорт образцов В основном абрикосов Два оказались феноменальными Андрей, пожалуйста, фотографии Я хочу увидеть, что получилось Никак они будут отличаться от моих Никак их не узнают, ну пожалуйста Это же мой праздник, мой Я вам 2000 черенков выслал 2000 Изуродовал весь сад 2000 А потом, когда он меня пригласил в гости Я еще 226 черенков Приволок целый рюкзак И все, и тишина А мне вопрос остался Это же не наше личное дело На что плевает Это не наше личное дело Вот, пожалуйста Полукарлик по двое Может, это полукарлик по двое А, Андрей Как еще, чтобы ты обратил внимание Чтобы ответил А это уже другое Во-первых, я увидел свою фотографию Вот она Сдаешь? А теперь смотрим Выбрать самый худший Саленц, какой на планете можно найти Так Почему? Понятно Высокий штамп С листьями Назвать ее Абликос-академик Присвоить мою фотографию И продавать эту дрянь, которую надо Сразу Конечно, это в три раза дешевле, чем у Сергея Ну и три такие Купить Это значит Те же деньги выбросить На ветер Это все Кто продает? Ну-ка, смотреть в глаза Ищем А, вот нашел Гарден Март Гарден Март Вы бы хоть саженцы нормальные Украли у меня тогда У меня в фотографии Тысячи саженцев А это так как А почему? А им плевать Ни один человек не поймет Он так и думает Они такие должны быть Из него что-то вырастет Вот Все Выше и выше и выше Стремим мы полет Наших птиц Уже почти целиком Да? Закрасит Закрасит Совершенно мозгов нет Почему? Потому что человеку нужно Это продать Какие-то там Рекламные что-то Вот Ясно что По белку Вот И вот мне Ну это что такое? Вот даже просто Представить себя На месте этого дерева Это что? Спасение? Вот это вот А потом садов нету Ну тут как всегда И черный паар Все Не без этого И штампы Вот они Явно что тут были Ветки Их отрезали